Всем привет, друзья! Вас приветствую сегодня я и зовут меня Юлия. Сегодня в видео я хочу поделиться проблемой, которая у меня созрела с уже появившимися всходами. В чем заключается моя проблема? В этом сезоне я показывала вам, что я совершала посев в почвобрикет от Биомастера. Вот у меня томат-перец, 10-литровый. Замачивала по инструкции. Хочу сказать, что мне очень понравилась его текстура. Но я решила добавить и разбавить его вермикулитом. До этого я осеяла семена в торф. Он, конечно, быстро подсыхает. То есть он быстро очень просыхает. И мне приходилось дольше держать бахилку, чтобы маленькие всходы не пересохли в то время, когда я ухожу на работу. И я все-таки решила как-то в этом сезоне поменять, то есть сменить почвенный состав. И добавила одну часть. Торфиновому брикету вермикулита. Как бы подумав о том, что все-таки дольше будет влага сохраняться. И вы знаете, я хочу сказать, что это вот на самом деле так и есть. Влага дольше сохраняется. И меня это даже беспокоит. Я сейчас даже с этим борюсь. То есть вот у меня на данном этапе, у меня появилась у петунии уже первая пара настоящих листочков. Я должна совершить уже первую подкормку. Но я не могу этого сделать, потому что у меня до сих пор еще не просох грунт. То есть это проблема, я хочу сказать. То есть я на самом деле расстроилась. Мне нужно стимулировать. Мне нужно ускорять рост петунии, потому что это будущие маточные растения. Но я не могу этого сделать. То есть все идет, развивается самим, само собой. Ну и хочу поделиться своим опытом. Ну как я, во-первых, определила, что влаги очень много и стоит забить тревогу. Во-первых, когда я убирала бахилку, проветривала, растения, они такие как бы мокрые. Они перепитанные влагой. То есть они такие, можно сказать, как прозрачные что ли. Они не светло-зеленые, а такие они багровые. Это во-первых. Во-вторых, на стенках контейнера скапливается конденсат. Раньше у меня скапливался конденсат на поверхности бахилки. И все, то есть на контейнере не ренет. То есть даже вот на дне контейнера, около дренажных отверстий, скапливается конденсат. То есть влага, она не испаряется, она там сидит. Значит, первое, что мы делаем, это рыхлим. И самое главное, это нужно прорыхлить зубочисткой, достать до дна, аккуратно вокруг растения. Конечно же, растения сейчас очень трогательные, молоденькие, но с помощью зубочистки это сделать нетрудно. Петуния, в принципе, она очень выносливое растение. То есть мы рыхлим. Далее я, у меня есть песок, мелкий речной песок. И я прям вот так вот отгибала краешек, да, ну то есть вот он отходит. И туда просыпала по периметру песок, то есть в стенке. И сверху, вдоль и поперек я просыпала всю поверхность плошек, и маленькие, и большие, песком. Ну, на мой взгляд, он очень хорошо вытягивает влагу. Закрыла бахилка, сделала побольше отверстий. На следующий день я подхожу, снимаю бахилку, ничего не происходит, то есть конденсат скапливается. Я рискнула и убрала бахилку. И смотрю вчера, что, в принципе, вот в обед я убрала бахилку, а к вечеру-то ситуация, ну, не ухудшилась. То есть растения не подсохли, песок, он где-то в каких-то плошках до сих пор еще влажный. Но вот, по крайней мере, на стенках уже как-то так более-менее. И на ночь я вообще убрала бахилки и оставила плошки уже без бахилок. Оставила только там, где еще нет всходов. То есть у меня виола в некоторых плошках еще не взошла. То есть смотрим, да, проверяем, чтобы, не дай бог, не пересохли маленькие растения. Я вот с утра подошла, убедилась, что, в принципе, все равно здесь еще влажности хватает. И думаю, что, наверное, вот уже завтра можно будет повторить рыхление с утра. А к вечеру, если подсохнет верхний слой грунта, можно, в принципе, уже все-таки и приступить к подкормке. Хотя бы по листу пройтись или же сделать подкорень, но из шприца аккуратно вокруг сеянца. Так что вот так. Вот у меня в этом году вот так сложилось с опытом. Знаете, вот такой вот вариант подходит очень хорошо, видимо, для черенкования. Или же, когда вот совсем узенькие такие есть плошечки, вот сейчас я вам покажу, я в них зачеренковала вербеник. И вот я в прошлом году вот в таких плошках выращивала семена петунии. И вот быстро очень они пересыхали. Быстро, быстро. До момента пикировки я их заколебалась, извините за выражение, поливать. И поэтому вот я решила в этом сезоне посадить плошки побольше, да, ну то есть пошире. И плюс утяжелить их вермикулитом. Но, но, в общем, на раннем этапе я столкнулась с проблемой. Если же высаживать, высеивать семена вот в эту узкую плошку, тогда можно прибегнуть к такому варианту. Это, в принципе, все хорошо в плошках, да. То есть вот Гацанька выпустила уже первую пару настоящих листочков, да. Но, слава богу, ничего нигде не загнило. Черная ножка не подступила. Ну, видимо, это и хорошо, что я обработала все-таки превикуром. Вот, это тоже сыграло свою роль. Но вот смотрю, сейчас все равно до сих пор вот где-то еще конденсат скапливается. Вот, поделилась с вами своим опытом в этом сезоне. Буду вам благодарна. Если вы что-нибудь напишите, что, быть может, у вас какие-то такие ситуации происходят, как вы находите выход из ситуации, поделитесь, пожалуйста, своим опытом. Буду вам очень благодарна. Заканчиваю это видео. Всем огромное спасибо за внимание. Всем нам желаю мирного неба над головой, крепкого нам всем здоровья. Всего вам доброго. До новых встреч и до новых видео. Пока-пока.